МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарове завершился летний футбольный сезон. Далее расскажем обо всем подробно. С 10 сентября в городе изменилась схема сбора твердых коммунальных отходов. Раньше жители выносили крупный мусор к подъезду, городские службы увозили его на полигон, и оттуда региональный оператор МСКНТ на мультилифтах перевозил отходы на свалку. Теперь оператор собирает все отходы по городу сам. Крупный мусор у подъездов он больше не забирает. Для этих отходов должны быть обустроены специальные контейнерные площадки, откуда оператор будет вывозить мусор. До контейнеров должны либо жители сами доставлять, либо управляющие компании, которые должны следить, чтобы мусор у подъездов не образовывался, а до этого места они должны уже, собственно говоря, за свои средства направлять. Естественно, управляющие компании сейчас будут с жителями проводить эту работу, для того, чтобы объяснять, что складирование перед домами не допускается. То есть мусор по-прежнему нужно бросать в мусоропровод. А вот то, что туда выкинуть нельзя, старую мебель, большие коробки и прочие крупногабаритные вещи, складывать у подъезда, как раньше, нельзя. Если такой мусор по-прежнему будут оставлять у подъездов, убирать его должны управляющие компании за свой счет. Если житель, скажем так, так и не приучится, а будет складывать у подъезда, Центр ЖКХ вынужден будет это делать. Но если он это делать не будет, муниципалитет, и не только Центр ЖКХ, и другие управляющие компании, муниципалитет будет их штрафовать в рамках правил благоустройства. А управляющие компании, для того, чтобы эту тему закрыть, должны следить, выявлять жителей, и тогда мы будем штрафовать жителей, которые выносят у подъезда, для того, чтобы избежать издержек, потому что накопление там невозможно у подъезда. Поэтому в дополнение к уже существующим бункерам появятся новые. Их установкой во дворах занимается администрация. Однако не все жители согласны с появлением у себя во дворе подобного контейнера. А у меня такой бункер накопительного округа Куйбышево-5 стоит в запамятных времен в какой-то там схеме утвержденной ДКХ. И я до сих пор никак не могу, у меня два дома, Чапаево-27 и Куйбышево-5 воют от этого контейнера, то, что он стоит на парковке, также на необорудованной совершенно площадке, с нарушением всех норм и требований расстояния от жилых домов. Такая же проблема появилась, например, на Бессарабинка, где бункер стоит на проезжей части, под окнами жителей и рядом с детским садом. Мы прекрасно знаем, что это будет свалка со всеми города, туда будет свозиться. Адрес скажите. Бессарабинка 1А, 1Б, я прошу, чтобы выехали, посмотрели. И детский сад, 38-й, коррекционный. Ну это просто, я не знаю, площадка не оборудована на проезжей части. Мало того, что перед домами под окнами, значит, у детского сада плюс проезжая часть. Поставить такие контейнеры можно только на асфальтированную площадку. Установку бункеров администрация согласовывает с ВМБА. Однако по заявкам жителей место можно перенести. Также на заседании комитета в депутаты обсудили переход на раздельный сбор мусора. Также администрация участвует в совместной закупке, организованной Министерством экологии, по поставке контейнеров, бункеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного сбора мусора. Заключен муниципальный контракт на поставку контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов. Всего будет приобретено 121 зеленый контейнер для ТКО общего и 46 желтых сеток для сбора раздельного сбора мусора, плюс 11 бункеров. Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в Сарове к 1 декабря. Сейчас специалисты определяют места для установки таких точек. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Состав щебеночно-мастичного асфальтобетона изобрели в Германии еще в середине прошлого века. В России он применяется более 10 лет, в основном на трассах с большим грузопотоком. Это дороги федерального назначения и автострады мегаполисов. Теперь оценить новый материал смогут и саровчане. Завершающее покрытие улицы Семашко делается именно из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это стало возможным благодаря новому асфальтному заводу, установленному за третьим КПП. Это завод фирмы Вибау. Система управления стоит немецкая, фирма Мепротек. Здесь весовое дозирование точное, температурные режимы, везде стоят температурные датчики. Оператор в реальный момент времени видит на мониторах, что происходит с заводом. В кабине находится один человек и управляет полностью заводом. Производительность завода 160 тонн в час, он пятифракционный. Также на заводе установлено современное фильтровальное оборудование. Поэтому выброс пыли в атмосферу составляет меньше 10 миллиграммов на кубометр. У него из трубы есть, вот идет, там никогда не идет пыль. Если мы видим, это сейчас, это пар идет. Просто идет горячий воздух и вода, летом вообще не видно ничего. То есть это не старые заводы, где вокруг завода все было в метровом слое пыли. Здесь очень европейские требования к экологии. Щебеночно-мастичный асфальтобетон отличается от традиционных асфальтобетонных смесей тем, что в нем содержится до 80% щебня и до 7,5% битума. Удерживать в материале большое количество битума позволяет стабилизирующая добавка. Вот этого биотопа в 2 тонны всего добавляем 7 килограмм. И качество резко меняется. А меняется за то, что происходит лучше адгезия. То есть адгезия – это прилипание битума к щебню. А если щебень хорошо обволакивается к битуму, прилипает, значит дорога будет, камушки будут прилипать, она будет долго стоять. На заводе работает собственная лаборатория, сотрудники которой строго следят за соблюдением технологии производства. Все материалы тестируют на соответствии определенным параметрам. Если есть незначительные отклонения, то вносят корректировки в программу. Если представленные материалы не соответствуют ГОСТу, их отправляют обратно поставщику. То есть работаем только по ГОСТу, чтобы наш асфальт был прочным, надежным. Если что-то не так, то сразу же вносятся корректировки на сам завод. После запуска производства мы формуем вот такие образцы из асфальта и проверяем их на прочность, на водонасыщение, ну то есть все, с чем может столкнуться асфальт в реальных условиях. В лаборатории есть образцы составов старого и нового асфальтового покрытия. Разница между ними очевидна. Во-первых, то, что используется щебень только горных пород, вот он серенький, на срезе, высокопрочный. Старый асфальт на известняковом, он малопрочный. Второе, это то, что больше добавлено битума, плюс еще минеральные добавки, минеральный порошок, адгезия. То есть рецепт уже сложнее. Укладывают смесь тонкими слоями, тем самым снижается удельный расход материала. Цена сырья для приготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона выше, чем традиционного асфальта. Но и качество его возрастает. Он как бы имеет свойство самозалечивания. То есть в температурном режиме, когда зима, весна, лето, температурные трещины происходят в обычном асфальтобетоне. Здесь они заглаживаются. В течение хорошей погоды, при солнечной погоде, они будут самоликвидироваться. До завершения работ на улице Семашко осталось совсем немного времени. Дорогу откроют раньше запланированного срока, так как работы ведутся с опережением и графиком. На данный момент осталось парковки, стоянки сделать. Это уже с другого асфальта, тип B, марк 3 будет. Примыкание, озеленение, барьерное ограждение, перильное ограждение, светофоры и дорожные знаки. Оценить новые покрытия старовчане смогут уже в конце октября. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, САРУ, 24. В отечественной атомной промышленности всегда работали настоящие профессионалы. Именно благодаря их труду и был создан мощный потенциал отрасли, открылись уникальные возможности для освоения космоса и Арктики, развития энергетики, науки и здравоохранения. Атомная отрасль является локомотивом промышленности России. Это почетно и сложно и трудно. И сегодня мы говорим о том, что в рамках реализации национальных программ одной из главных задач является задача, связанная с обеспечением обороноспособности. В этот вечер много теплых слов и поздравлений в первую очередь звучали в адрес тех, кто не один десяток лет посвятил работе в атомной отрасли, проводя испытания, создавая чертежи и макеты, разрабатывая изделия. Для многих из них День работника атомной промышленности – это особенный праздник. День работника атомной промышленности – это действительно очень важный и значимый праздник. В этой отрасли работают тысячи людей на переднем крае науки, производства, технологии. Это действительно очень важный и очень ответственный такой праздник для страны и для нашей. С Днем работника атомной промышленности сотрудников Российского федерального ядерного центра поздравили первые лица страны области. Руководители ядерно-оружейного комплекса и предприятий атомной отрасли – первые лица города. Но главное, что ветераны отрасли смогли сами лично поздравить бывших коллег и вспомнить былые времена. Увидеть кого-то из своих друзей, знакомых, всегда приятно, когда уже несколько лет дома находишься, редко встречаешься, всегда приятно кого-то увидеть из родных. Я вспоминаю так, как я работал, это первое. А второе – гордость за тех людей, которые тогда работали вместе со мной. Это были тяжелые годы, но очень хорошие годы. Мне бы хотелось поздравить всех работников ядерного центра, а также всех его ветеранов с этим замечательным праздником. Хотелось бы пожелать им самого доброго здоровья, удачи, оптимизма. Не обошлось и без наград. В этот вечер директор Российского федерального ядерного центра вручил знак отличия за вклад в развитие атомной отрасли первой степени Александру Петровичу Федотову, одному из последних свидетелей и непосредственных участников разработки, изготовления и испытания РДС-1. Завершился праздничный вечер выступлением артистов из Москвы. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Что делают народные избранники и сколько они зарабатывают? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в новом проекте «10 минут с депутатом». Ведущий Петр Смирнов познакомит зрителей с представителями городской думы. Поговорит о том, как депутаты работают в округах, решают проблемы саровчан и реализуют проекты. Еще одна новинка сезона – программа «Интернет-обзор». Подборка интересных видеороликов из сети, которые способны очаровать, рассмешить и удивить зрителя. Рассчитываю на самую широкую аудиторию. Не на узкую, не только на молодежь, не только на школьников, например, или на людей какой-то определенной профессии. Просто ищу в интернете интересное видео для всех. Третий сезон подряд телеканал дает возможность подрастающему поколению попробовать себя в роли журналистов, операторов и монтажеров. Школьники города готовят передачу «Наше время», в которой рассказывают сверстникам о важных событиях и темах месяца. В этом сезоне обновился состав юных телевизионщиков. Дети возраста от 12 до 15 лет – это воспитанники студии журналистики Молодежного центра. Вот я там с ними занимаюсь, учу их основам журналистики. И, собственно, вот эти дети пробуют свои силы перед нашими телекамерами. Раньше у передач была какая-то определенная тема. Например, девушки осваивали мужские профессии, или была передача, посвященная моде и красоте. Теперь мы не хотим ограничиться какой-то одной темой, мы будем делать несколько разных рубрик. В новом сезоне зрители смогут изучать английский язык в программе «Элементарно», передать приветы и донести свои мысли до всего города в проекте «Хочу сказать», увидеть связь поколений в передаче «Дети и родители». Это малая часть того, что подготовила наша команда к новому сезону. Смотрите канал 16, следите за анонсами и выбирайте интересные для себя проекты. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Молодые люди могут позавидовать энергии и оптимизму многих пожилых жителей нашего города. Помимо огородов и сидений с уноками, пенсионеры осваивают скандинавскую ходьбу, учатся в рукоделию, выступают на сцене. В этом им помогает Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. «Узнаем про композиторов, то, о чем мы никогда не знали. И вообще здесь досуг прекрасно организован. А в общем-то, конечно, очень хорошо. Мне очень нравится. И с новинками литературы нас знакомят, и стихи нам читают. Ну, в общем, короче говоря, мы заняты». Центр социального обслуживания постоянно работает с пенсионерами. За год сюда обращается более 10 тысяч горожан преклонного возраста. А в декаду пожилого человека таким клиентам уделяют особое внимание. «В ближайшую неделю, конечно же, мероприятия, направленные на то, чтобы повысить статус, значимость и обратить внимание на пожилых людей, будут усилены». К декаде пожилого человека Центр социального обслуживания приурочил открытие четвертого сезона университета третьего возраста. Это возможность для пенсионеров получить новые знания, навыки и умения. Поверить в свои силы и идти в ногу со временем. Университет разбит на семь факультетов или кружков по интересам. «Граждане пожилого возраста могут прийти и попробовать себя в различных сферах деятельности или повысить свои знания. В том числе по декоративному творчеству, по медицинске свои знания, попробовать себя в театральном искусстве, повысить свою компьютерную грамотность». Декада пожилого человека – это повод лишний раз проявить заботу и внимание, позвонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, поздравить их с праздником и пожелать счастья и здоровья. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. «Зелёный цвет – это цвет вечной жизни. Красный цвет – это цвет крови, которая разносится по всему телу, энергия, здоровье, радость. А жёлтый цвет – это солнце, освещает пути только хорошее и стремится к светлому». Для Лидии Ивановны Кривонусовой это не просто кленовая открытка, это настоящее произведение искусства, которое она сделала своими руками. На праздник пожилого человека в клуб «Чайка» женщина приходит ежегодно. Здесь она отдыхает душой и телом. «Мы получаем здесь удовольствие, вспоминаем свои детские годы, погружаемся в это и с удовольствием работаем. Спасибо организаторам этого. Так что мне очень нравится». Люди непреклонного серебряного возраста, как они сами себя называют, сделали открытки на мастер-классе и теперь отправляются на концерт. Праздничную программу для гостей подготовили воспитанники ансамбля «Забава». Вместе с коллективом ветераны пели любимые песни и играли на народных инструментах. «Сегодня праздник наш, сегодня праздник твой, сегодня будем веселиться мы с тобой». Концерты для ветеранов города Центр внешкольной работы проводят традиционно. Таким образом, они выражают уважение и почтение представителям старшего поколения. «Молодое поколение не должно забывать пожилых людей и быть рядом с ними, для того, чтобы помогать и нести радость этим людям. И в то же время получать от них ту мудрость и те знания, которые они приобрели за эти годы». Следующие праздники, посвященные декаде пожилого человека, пройдут в клубах «Мечта», «Восход» и «Здоровье». Подробнее о мероприятиях можно узнать по телефону 981-00. Готовиться ко дню атомной промышленности сотрудники библиотеки имени Пушкина начали еще летом. Библиотекари подыскивали нужную литературу, рисовали плакаты и готовили интерактивные игры. «Мы считаем эту тему важной для города. Конечно же, это очень важная тема, потому что Саров относится к системе городов «Росатом». Поэтому наша задача сегодня – хотя бы создать общее представление у ребят о том же, что такое атом, как это примерно работает внутри атома, ну и поговорить о том, какими способами, средствами можно рекламировать нашу отрасль». Библиотекари предложили ребятам поиграть в увлекательную игру. Дети должны были изображать один большой атом. А после мальчикам и девочкам рассказали, что входит в состав атома и как его используют в наше время. «Сегодня я узнала, из чего состоит атом и где его используют. Его используют для подогревания воды, которая поступает и в батареи, и течет из крана». Такие мероприятия интересны не только школьникам, но и студентам. Дмитрий Юрыжев учится в техникуме. На акцию в библиотеку он пришел не случайно. Говорит, что его будущая профессия связана с атомной энергетикой. Поэтому для себя он черпает знания отовсюду. «К примеру, вот мне узналось то, что 6 триллионов атомов – это молекулы или воды. Что такое атомная энергия. Что существуют станции, гидроэлектростанции, атомные электростанции. Как бы много нового». С 11 октября библиотека имени Пушкина приглашает всех желающих на мероприятие «Подружись с Пушкиным». На праздник могут прийти все желающие, без возрастных ограничений. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Зачем на улицах города нужны светофоры, пешеходные переходы, указатели? Что они обозначают и как правильно вести себя на дорогах? Об этом первоклассникам пятой школы рассказали старшеклассники и сотрудники госавтоинспекции в рамках ежегодной акции «Посвящение в пешеходы». Для маленьких гостей организаторы приготовили настоящее представление. В гости к юным школьникам пришли светофор, дорожные знаки и пеппи-длинный чулок. Мне нужно было показать детям себя немножко с отрицательной стороны, что не нужно делать на дороге и как нужно соблюдать правила. Первоклассники участвовали в подвижных играх, отгадывали загадки и танцевали с героями анимационные танцы. С помощью интерактивных занятий мальчишкам и девчонкам напомнили о запрещающих и предупреждающих знаках дорожного движения. Я узнала, как называются все вот эти заводнаки, которые нам показывали. Узнала, как переходить дорогу. Узнала, какие цвета обозначают что. На красный сигнал нельзя переходить. На желтый сигнал надо приготовиться, а на зеленый сигнал можно идти. В конце праздника первоклассники дали торжественную клятву быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. А после сотрудники госавтоинспекции вручили школьникам удостоверение юных пешеходов и светоотражающие элементы на одежду. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Праздничное строение для учителей школьники начали создавать прямо с порога. На входе старшеклассники сделали живой коридор. Каждого педагога встречали поздравлениями и дарили воздушные шарики. Поздравляем! И это не все подарки, которые приготовили школьники для своих наставников в этот день. Самый главный сюрприз ждал их впереди. Сегодня в 14-й школе по-особенному шумно и весело. Уроки ведут ученики, обязанности директора и его заместители выполняют старшеклассники. Накануне Дня Учителя в школе День Самоуправления. Преподаватель математики тела за парту, место за учительским столом заняли Арина и Кристина, ученицы 11-го класса. Сегодня они объясняли смеклассникам новую тему по геометрии. Мы будем проходить перпендикулярные прямые. Открывайте тетради, записывайте тему урока. Время урока пролетело незаметно. Старшеклассницы успели новую тему объяснить и закрепить пройденный материал. Арина Катина второй раз участвует в Дне Самоуправления. И примеривая на себя роль учителя, отмечает, насколько это сложная и ответственная работа. Надо, чтобы все дети поняли тему урока, чтобы у них не было вопросов, чтобы они потом спокойно выполняли все задания. Учитель математики наблюдала, как девочки ведут урок, сидя за партой. Раиса Михайловна отметила, что такая акция особенно полезна будущим выпускникам, которые уже задумаются о выборе жизненного пути. Здесь уже можно подумать о выборе будущей профессии, что профессия учителя – это очень интересная и в то же время многоплановая, но и трудная, можно сказать, профессия. Старшеклассники не только вели уроки, также они выполняли административную работу и следили за порядком на уроках и переменах. Антон Семиков примерил на себя роль самого главного человека в школе – директора. Юноша признался, что эта работа сложная. Надо следить за каждым классом, проверять каждый класс утром, следить, кто опоздал и записывать. Следить, сели в сменную обувь и в форме. День самоуправления – это возможность для учеников прочувствовать на себе всю ответственность учителей на уроках. Педагоги, делая шаг в сторону и давая больше свободы детям, помогут раскрыть творческие способности своих подопечных. Елена Грецко, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, СОРО, 24. На каждом маршруте будут какие-то неожиданности. То есть первокурсники вообще не знают, что их ждет. Посвящение студента – это проект медицинского колледжа с многолетней историей. Каждый год он проходит по-разному. Отвечают за подготовку и придумывают идеи студента четвертого курса. Бывает, что к ним в гости приходит Гиппократ. Бывает, что мы переносимся в какой-то 30-й век и ищем вакцину от какого-то заболевания. В этом году решили провести квест по творчеству трех писателей-медиков. На квесте «Пишущий врач и лечащий писатель» первокурсникам пришлось и кукол пеленать, и псевдонимы писателей вспоминать, и правильно расставлять внутренние органы. У каждой команды был свой хелпер. Помощники из числа студентов выпускного курса подсказывали и помогали правильно выполнять задания. В этом году в библиотеке имени Маяковского первокурсников ждали Владимир Даля, Антон Чехов и Михаил Булгаков. Но прежде надо было пройти сложным путем квеста и на каждой станции выполнить не только медицинские задания, но и литературные, так как эти писатели были еще и врачами. Узнали много нового, много медицинских фактов, конкретно касаемых даже литературы, которые ранее до этого не знали. Дарья Погребенко выбрала профессию медицинской сестры и приехала учиться в наш город из Павлова. За месяц учебы она уже в полной мере ощутила себя студенткой. КВС библиотеки стал обязательным и завершающим этапом посвящения студентам. «Мы смотрели книги, которые были, то есть древние книги, какие-то рукописи, черновики писателей, и смотрели, как классифицируются книги в библиотеке, то есть как мы можем сами подобрать себе книгу». Вчерашние школьники бродили по отделам библиотеки, а станции к станции вспоминали факты из жизни и творчества писателей. Всего в квесте приняли участие семь команд первокурсников. Елена Грязкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Этот осколок появился вовремя, просто по нему можно было. До этого он не являлся, почему? Потому что не было никаких движений в сторону восстановления Саровской колокольни. Сейчас это просто подсказка нам сверху о том, куда идти. Этот обломок почти век хранился в семье Саровчанки. Его края покрыты многолетней патиной, и это говорит о том, что он был отлит давно. По расположению орнамента и валиков Глеб Комаревский определил, от какой именно части колокола он откололся. По архивам выяснил, что раньше он был частью Саровской звонницы. «У нас большие колокола были только в Саровской пустыне. Когда посмотрели архивы, там был колокол. По хоме и в колокол, 86 пудов, это 1400 килограмм. С короной он будет где-то, наверное, метр 65-70, то есть в человеческий рост он колокол». Это шестой по величине колокола Саровского ансамбля. Восстановить его размеры можно, не заглядывая в архивы. Для этого достаточно провести несколько измерений. Это взять длину хорды и высоту сегмента, и по их соотношению прямо в интернете, в онлайне можно вычислить радиус и, соответственно, диаметр колокола на уровне скола. От него толкнуться и найти нижний диаметр. Мастер православной гимназии Глеб Комаревский знает о колоколах всё. И это не первая реликвия, которая попадает к нему в руки. Обычно находки ему передаёт духовник гимназии протеерей Владимир Кузнецов. Однажды из пункта приёма в турметы принесли язык колокола. Ещё один обломок был поднят из болота. Мы надеемся на то, что наши прихожане и вообще верующие люди будут приносить к нам в храм. И мы будем их тоже выставлять, как такие исторические и духовные ценности. Каждую находку тщательно изучают. По архивам специалисты восстанавливают информацию о месте нахождения колокола, а также когда и где он был отлит. Елена Грыскова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров. 24. Первый игровой отрезок для обеих команд прошёл на равных. Во втором на поле развернулись нешуточные баталии. Команда «Авангард» быстро завладела преимуществом и открыла счёт матча. А после отправила в ворота соперника ещё один гол. Итог игры 2-0. Немножко не повезло. Скажем так, у «Авангарда» было несколько моментов, которые, в принципе, они все реализовали фактически. У нашей команды моментов было намного больше. Но хорошая игра у ротаря. Ну, спортивное везение было сегодня. Вот. Не на нашей стороне. У нас основная задача была выиграть чемпионат. Вот. Защитить титул чемпиона прошлого года. Вот. Мы с этой задачей справились. «Терем» и «Авангард» – давние соперники. В прошлом году в финале Кубка Чемпионата города спортсмены также боролись за первое место. Тогда «Терем» вырвал победу и забрал кубок себе. А в этом году спортсмены «Авангарда» были готовы ко встрече и заняли первое место. Ура! Принципиальная игра в финале с принципиальной командой «Терем». Настрой был у всех. Ребята пришли даже с травмами, на мазях, на заморозках. Но, в общем, победа достаётся сильнейшим. Мы считаем, что в этой матче мы были лучше. Всего в чемпионате приняло участие 13 команд. Соревнования проходили по кубковой системе на выбывание. Сама по себе кубковая система, я думаю, очень красива, потому что ещё второго шанса не будет, и команды после поражения отлетают. Поэтому на кубок, я думаю, все команды настраиваются особым образом. Летний сезон закончен, итоги подведены. Теперь организаторы готовятся к ветеранскому турниру и зимним соревнованиям. Более подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте «Всё о футболе в Сарове». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В хоккейном клубе «Феникс» играет более 30 человек. Его основал 15 лет назад Вячеслав Логинов. С тех пор участники клуба постоянно принимают участие в спортивных соревнованиях и организуют ветеранские турниры. В этот раз «Феникс» провёл товарищеский матч среди своей команды. Игру приурочили к Международному дню пожилого человека. Как правило, в октябре месяце у нас начинается полноценный сезон, когда возвращаются все из отпусков, из различных домов отдыха, где они отдыхали. И все мы выходим на эту площадку. И именно в октябре. Просто так совпало, что именно этот конкретный день, международный день пожилого человека, пожилых людей, и вот эти наши мероприятия, они просто посопали и наложились. Хоккей объединяет всех, независимо от социального статуса. На ледовом поле можно увидеть начальников федеральных ведомств, директоров городских учреждений, священнослужителей и других. Протеерей Владимир Кузнецов нападающий левого фланга. Играть в хоккей он начал 50 лет назад. Ещё мальчишкой он защищал честь дворовой команды «Золотая шайба». Потом закончил спортивную карьеру и стал служить в церкви. Через некоторое время отец Владимир понял, что хоккей – это неотъемлемая часть его жизни. Люди, которые меня знали, которые помнили, пригласили меня в такую вот группу здоровья. Я принял это приглашение, и вот уже в течение нескольких лет я являюсь таким вот постоянным членом нашего клуба, который называется «Феникс». Посмотрев, например, отца Владимира, протеерей Сергий Скузоваткин тоже решил попробовать себя в роли хоккеиста. И вот уже 8 лет он играет за клуб «Феникс». Это очень увлекательная игра, очень интересный зимний вид спорта. Это радость мышечная и радость облегчения. И здесь ты немножко чувствуешь себя другим человеком. Товарищеский матч состоялся со счетом 4-3. Победу одержала команда «Феникс-2». Как уверяют хоккеисты клуба, в товарищеской игре проигравших не бывает. Главное не победа, а участие. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова